Всем привет! Сегодня я приехал на заброшенную ибоинскую часть свободных 21, где хранились ядерные ракеты. Здесь находятся 7 подземных бункеров. Я попробую все отснять, отснять все подстройки. Это будет большой сталк. Так что подписывайтесь, комментируйте, помогайте распространять этот ролик. Будет интересно! Здесь тоже какая-то происходит деятельность непонятная. Зачем? В прошлом году такого не было. Ну, может, на машину кто-то не заезжали. Здесь вот такие вот у нас типа шипов, чтобы не могли заехать. Шлагбаум поломанный. В общем, пойду изучать объект по-новой. И потихоньку пробираться на территорию. Здесь, получается, саму часть передали Малосазанскому сельсовету. Вот. И сейчас. Так, первая заброшка. Так, велик-то мы оставим здесь. Блин, как неудобно. С собой кучу всего тащить, блин. Еще, получается, сапоги обязательно. Так, вот что у нас. Вот тут КПП. Да, ничего особенного. ДМБ 8.91. Все равно. ставил велик на дороге думаю не сопрут может быть здесь кто-то есть мужика вот тому что и никого нету пик его знает почему последнее время не везет куда не поедешь кто-то есть бля что на пусковой шахтах разбирали все что недавно был на якобы заброшенном аэродроме этот выпуск вы увидите где-то через месяц вот ну нифига он не заброшен оказался как бы не оказалось что сейчас лучше пойду территорию кто-то там будет точно что-нибудь делать и Субтитры сделал DimaTorzok Походу тут тоже какая-то деятельность идет, потому что в прошлом летом вот этого не было. Тут походу кабель выкапывают. Здесь стояли трансформаторы. Здесь все было закрыто. Сейчас их нет. Резерв. ТП-2. Такое ощущение, что я, наверное, здесь ни один на территории не буду. Сегодня я вообще у одного решил здесь прокатиться. Здесь тоже было закрыто ящик. И вас как обычно. Да, здесь трансформаторы стояли. Все, блядь, утащили. Пойдем. Да. Че? Как думаете, что делать? Дальше идти? Или валить отсюда? Хотя... Смысла нет валить. Я что, зря приехал, что ли? Сейчас спустимся в первое хранилище. Мне кажется, там хранились какие-то изделия. Еще раз повторюсь. Мой влог не о том, чтобы рассказать конкретно, что здесь, а показать именно, что у нас есть в Амурской области. Так, велики я оставляю здесь. Вроде как бы не видно, наверное. Вот он сам вход в хранилище. И там у нас лед. Сейчас только здесь небольшой краткий обзорчик снимем. Что здесь осталось? Это туалет. Место хранения. Да. Вот здесь вот висел счетчик. Что у нас? Пойдем, пойдем. Ничего интересного. Так, ну, пойдем вниз. Одел я такие сапожки, чтобы не намочить ноги. Вот это все свежее, наверное. Сразу холод. Чувит. Запах Гарри вообще невыносимый. Лед. Ну, вот туда вот. Ничего себе тут слух, да, если посмотреть, как бутылка Приняло зла Эхо тут конечно хорошее. Интересно, какие изделия здесь хранились. Громадная. На лестницу не полезу, там ничего нету. Я уже был там, смысла нет снимать. Дверь тут конечно очень хорошенькая. Здесь такое же хранилище. Дверь тут еще. Ух ты, блин, на себя штырь. Ну да, скорее всего склад под какие-нибудь изделия. Приносил так вот посмотреть. Такой здоровый объект и заброшенный, блин. Не удивлен, что еще лампы целые. Вроде точнее. Да, скорее всего запасной выход. Но тут ведь есть рельсы. Может быть там есть проезд где-то. Подъезжала машина, что-то выгружала. Но навряд ли. Короче, если какой-нибудь военнослужащий посмотрит, пусть обязательно напишет в комментарии. Потому что мне очень интересно, что именно здесь хранилось. Я знаю, где ракеты хранились. В другом ангаре. Ну а здесь скорее всего под какие-то изделия. Такие только неизвестно. На выходе сосульки. В общем, сейчас поедем в команду в пункт. Его поснимаем. Так, ну вроде никого. Велик стоит. Значит, можно идти дальше. Блин. Страшно, конечно, одному ходить. В прошлых выпусках, где мы были на заброшенных пусковых шахтах, мне написал Сергей Лысаков, который служил там в 2010 году. Он прислал мне несколько фотографий. Жалко, конечно, не самой именно части. Посмотреть бы на сами сооружения, которые там были. Так что, Серега, тебе привет. И прислал мне еще фотографии Андрея Медведева, который служил там в 1989 году. Вот, я вот так подумал. Если у вас есть какие-то фотографии именно вот этой военной базы «Свободной-21», присылайте мне на почту. Почта в описании. Буду выкладывать фотографии в последующих выпусках. Я думаю, контент будет хороший получаться. Ну вот, мы подошли к командному пункту. Он двухъярусный. Сейчас пойдем его исследуем. Велик, короче, я бросил там. Но вряд ли кто-то его сопрет. Ну, что, походу, пока я никого еще здесь не увидел. Так, дрова-то свежие. Вот этих дров я не наблюдал раньше. Походу, здесь все плавит. Какие у вас? Тут у вас душевая. Наверное, было. Да. Пойдем. Блядь, сапоги надо было надеть. Идем исследовать командный пункт. Все-таки кто-то в трубу эту скинул. Хрена, вот так вот ее утащить. Ну, блин. Я думаю, я тут ни на кого не наткнусь. Вентиляция. Интересно, куда ведет труба. Короче, напишите в комментариях, залезть туда или не залезть. Тут дуба конкретный. Так, сначала давайте входим туда. Ничего так сооружение под землей. Куда же ты ведешь-то, а? Никуда ты не ведешь. Так, пойдем сюда зайдем. Какая дверь, а? Как ее еще, блин, не вынесли отсюда по частям. Так, ну, сначала сюда. Наверное, лестница на второй уровень. Так, сначала мы здесь посмотрим. Интересно, что здесь было. О, приятного аппетита. Здесь, скорее всего, столовка была. Вот я и вернулся обратно. Так, ну, будем туда спускаться. Так, кто-то с нами уже был. Здесь у нас еще. Уровень вниз. А, ну вот сюда еще входим. Так, чувак. Типа напланкают. Здесь есть. Молодцы. Мне кажется, надо сломать Что-то мне помнится, что это не было поварено. Интересно, что там. Вот так вот, если подумать, лестницу принести, подставить, залезть. Я думаю, наверное, надо было кроссовки брать, ой, кроссовки, сапоги одеть. Сейф, в сейфе чего-нибудь нету, да, пусто, а тут у нас что-то такое? Ничего, все иного. Здесь, наверное, не тушители висели. Ух ты! Походу, задряжут металл. Блин, что за неплохо такая? Недавно эта дверь была целая. Короче, надо быстренько здесь все снять. Не дергайте сюда нафиг. Не повытаскивали еще. Дергация... Блин, показано, что как будто кто-то идёт. У нас что? Сейф. Вот здесь, наверное, командный стол был. Что-то включить, выключить. Не работает. Что это? Черт возьми! Режут. Ну, ящики пустые, тут у нас. Сколько всего осталось, а что? Фидер один, фидер два, фидер три. Кто знает, что это такое, пишите. Так, зайдём сюда сначала. Мне ещё интересно было. И пустая, по-моему, а то он даже патроночек целый. Выпрямительная. Что за выпрямительная? Я, конечно, не знаток военных делах. Так что, потом её изучать. Опа. А это что такое? А это что такое? Документы какие? Документы какие? Чешутные. Сейф 106. Ничего там нет. Короче, буду выбираться отсюда. Точно мне уже. Как-то не по себе тут ходить. Но тут ещё холодно, тем более. И ещё какие-то зубы подозрительные. Так, ну что, мне показалось, что кто-то ходит здесь. Блин. Мало ли. Что здесь может ещё быть. Хренажарище. Там реально внизу, наверное, минус 5, если не больше. Фух. 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 Если. Вокруг. Всё! Фух. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok